Похоже на славу? Я не люблю выступить перед голодной аудиенцией. Так, я очень рад видеть вас с родителями вместе, которые пришли сюда и сидели вместе, и учили вместе. Это на самом деле главная идея, которая написана в тексте, который мы изучали вместе. Это «Вещинатам леванеха вадибара табам». Ты будешь учить твоих сыновья, дочери, естественно, тоже, и ты будешь говорить с ними слова Торы. Мы знаем, что сегодня в нашем мире все дети... Ты ходишь в школу? Да. Ты тоже ходишь в школу? Да. Кто твой учитель? Так, и кто твоя учительница? Вадимик. Так, у тебя тоже учитель есть, да? Но на самом деле обязанность учить детей – это обязанность чьей? Воспитальному родителям. Нет. Это обязанность родителей. Это только из-за того, что родители такие заняты, что зарабатывают деньги, чтобы вас кормить. Завтрак, ужин и обед. Что родители нашли... Что? И полник тоже, так правильно, да? Что родители решили, что вас отправят в школу, и что в школе занимались ваше воспитание. Но на самом деле это обязанность родителей, да? Поэтому у нас есть такое правило в Торе. Митцва бо йотерми бешлухо. Когда мы сделаем какая-то митцва, можно, конечно, много раз найти какой-то посланник, чтобы сделать для нас эту митцву, да? Например, если нам необходимо сажечь хамеца до Песаха, можно это сделать самими, или можно это сделать через посланника. Но наши мудрецы говорят, что митцва бо йотерми бешлухо. Это намного лучше, если человек сам взял эту митцву, чем через такой посланника. Мы понимаем, что родители не могут каждый день приходить в школу, учить детей математику, Торе, эмичную, и так далее, и так далее. Но это очень хорошая идея, что раз в год родители, они совместно со своими детей, учили вместе, чтобы выполнить, что написано в Торе, вешенантам леванеха. Мы сейчас находимся несколько дней до праздника Дарине Торе, Хаг Матан Тора, Хага Шавуот. И это момент, который я хотел поздравить вас с этим праздником. И надеюсь, что родители найдете время учить ваших детей не только раз в году, но когда у вас время есть по воскресенье, по шаббату. Вообще, сейчас у нас очень длинный шаббат, шаббат окончается в 10-11 часов, есть время заниматься с детьми. Возьмите какой-то текст и сидите с вашими детьми вместе и учите с ними текст вместе. Это на самом деле самое большое субботное удовольствие. Сидите с детьми и учите вместе, когда телевизор не работает, когда радио не работает, когда компьютер не работает, когда интернет не работает. Есть книги, есть детей, есть родители. Сидите с вашими детьми и вы будете с ними учить вместе. Я хочу вам сказать, что через 20, 30 или 40 лет, когда ваши дети о вас будут вспоминать, мои родители, они будут сказать, а, моя мама или мой папа со мной учился, он именно со мной учился этот текст. Это дети помнят всегда, и дети всегда имеют какие-то претензии к родителям, но родители не имеют достаточно времени для нас, они такие заняты, найдите время для ваших детей. И поэтому я очень рад, что школа организовала этот день лимуд, день учения родителей с детьми вместе. Ализа, вам и Алом, вам огромное спасибо. Шаббат шалом и хак самер.